Всех приветствую на нашем канале. Спасибо, что вы заходите, спасибо, что ставите лайки и спасибо, что подписываетесь. Сегодня наше видео посвящено стоимости солнечных станций, что вы увидели в описании к этому ролику и, соответственно, на превьюшке. Еще раз повторюсь, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать свои замечательные комментарии, которые мы все вместе обсуждаем. Сегодня хочу рассказать, как вообще формируется цена на солнечные панели, сколько это стоит и, соответственно, вы после просмотра этого видео будете понимать, как формируется цена на монтаж солнечных панелей, из каких основных элементов все это дело состоит и, соответственно, вы сможете для себя почитать ваш бюджет. Все элементы солнечной системы можно поделить на две такие основные составляющие. Это качество, то есть производитель, известный производитель, неизвестный производитель, качество, происхождение, которое влияет на цену. И второе – это мощность. Соответственно, что взять панели, что взять инверторы, все зависит от мощности. То есть мощность может быть одна, может быть другая. И, соответственно, зная эти все параметры, можно составить примерную цену. Сейчас мы к этому перейдем. Начнем с солнечных панелей. Основной элемент, который устанавливается и о чем все и говорят, что я поставил себе солнечные панели, у меня смонтированы солнечные панели и так далее. Значит, солнечные панели. Солнечные панели можно разделить стоимость солнечных панелей на ее мощность. И, в принципе, все профессионалы так и считают стоимость панелей. Сейчас на рынке стоимость солнечных панелей варьируется, но это я беру рынок именно для потребителей, то, что можно увидеть в магазине, от 17 центов до 20 центов. Соответственно, если эти центы вы умножите на мощность той панели, которую собираетесь купить, вы поймете стоимость всей одной панели. Следующий элемент или основное сердце системы – это инвертор. Инверторы бывают различного типа. Бывают сетевые инверторы, бывают автономные, бывают гибридные. Гибридный инвертор – это инвертор, который выполняет функции сетевого инвертора, но имеет возможность подключения к нему аккумуляторной батареи. Стоимость инверторов тоже варьируется от 35 центов. Если разделить стоимость инвертора на его мощность. Получаем за 1 ватт инвертор стоит от 0,35 центов до 40 центов. Далее у нас идут аккумуляторы. Аккумуляторы тоже подключаются, как вы уже поняли, к гибридной системе. Их можно вставить, можно не вставить. Это все на выбор самого клиента. Но я рекомендую устанавливать аккумуляторы. И в зависимости от определенной системы, определенных потреблений, сглаживания пиков и так далее, аккумуляторы бывают низкого напряжения до 52 вольт и высокого напряжения до 800 вольт. Стоимость аккумуляторов может варьироваться от 60 до 70 центов за 1 ватт. Для того, чтобы закрепить солнечные панели, нам нужна структура или подсистема. Так как способы крепления все различные, кровли все различные и варианты крепления тоже отличаются друг от друга. Система может быть компланарная на металлическую крышу, на черепицу, на салар-блоки так называемые, на триангула, это треугольные системы, на забивные конструкции, на трекеры и так далее. Чтобы не углубляться во все эти структуры, мы примерно берем стоимость 50 евро на одну солнечную панель, нужно потратить для того, чтобы ее закрепить. Это стоимость самой структуры на одну панель 50 евро. Дальше переходим к работам. Так как мы находимся на побережье, юго-восточном побережье Испании, соответственно, здесь стоимость работы может быть, ну скажем так, средняя стоимость, может быть, ниже, чем в остальной Европе. И у нас вот именно здесь на побережье стоимость работы руками стоит порядка 0,35-0,45 центов за ватт, если так же пересчитать на стоимость системы. В каждой системе, естественно, мы хотим не только потреблять энергию, потому что день у нас световой только днем, ночью, к сожалению, все равно приходится тратить энергию. Есть, конечно, выход подключить аккумулятор на батареи, рассчитать ту мощность, которую вы потребляете ночью. Либо есть, и существует такая возможность в Испании, это виртуальный аккумулятор, это подключение виртуальной батареи и, соответственно, отдача своей энергии в сеть. Здесь она отдается в киловаттах, вернее, дистрибьютор покупает у вас ее по сниженному тарифу. Сейчас цена составляет порядка 8 центов и затем вы в ночное время, те излишки, которые вы закачали днем, вы выкупаете их себе назад по тому тарифу, по которому у вас ночной тариф существует. Соответственно, для того, чтобы эту процедуру произвести, нужно провести определенную подачу определенных документов, сделать легализацию. То есть легализация составляет от 300 до 400 евро в нашем регионе. Итак, те элементы, которые мы уже посчитали, можно их суммировать. Это стоимость солнечных панелей, стоимость инверторов и работу руками. Это будет составлять порядка 87-1,1 евро за 1 ватт. Мы считаем, чтобы нам было проще посчитать и дальше вы это увидите в конце результат. А теперь, друзья, переходим к простому примеру. Мы сейчас посчитаем две структуры. Возьмем так, как у нас вилка была, да, от высокого качества оборудования и среднего качества, обычного бытового, который тоже хороший. Не могу сказать, что плохой, потому что оборудование сейчас все очень замечательное. И мы, чтобы проще было считать, мы посчитаем две системы на 5 кВт с простым оборудованием, средним, скажем так, и премиум класса. Друзья, а теперь берем, суммируем. То есть первая вилка это 87 центов. Мы умножаем ее на 5 кВт, на 5000 Вт и получаем 4350 евро. Это стоимость самого оборудования. Дальше сюда считаем структуру. Чтобы проще нам было считать, мы берем для 5 кВт 10 панелей по 500 Вт. То есть, соответственно, для крепежа 10 панелей нам нужно по 50 евро за одну панель 500 евро. Суммируем. Также прибавляем легализацию. Берем вилку первое число, то есть 300 евро. И получаем общую сумму 5150 за всю систему полностью с работами, с монтажом и с легализацией. Если мы эту сумму разделим на 5000 Вт, то получим, что стоимость у нас одного киловатта системы стоит 1030 евро за один киловатт. И переходим теперь уже к премиум класса. Оборудование немножко другого. В основном это гибридный инвертор. Это солнечные панели более высокого класса с более высоким КПД. И считаем, если мы берем уже вилку 1.1 евро, это, еще раз повторюсь, инвертор солнечной панели и работу руками. 5000 Вт умножаем на 1.1, получается 5500 евро. Структура остается также 10 панелей по 50 евро. Это 500 евро. Легализация чуть-чуть больше, берем 400 евро. Ну и того у нас получается порядка 6500 евро. Может быть неправильно, я сейчас из головы все считаю. Если 6500 мы разделим на 5000 киловатт, получается где-то 1300 за один киловатт. То есть стоимость вот такой вот системы с монтажом, опять же, с легализацией, со всем премиум классом, где-то 1300 евро за один киловатт. Получили, и теперь в эти же системы, в эти подсчитанные уже солнечные станции, мы вам просто предложим добавить аккумуляторы. Аккумуляторы среднего уровня и аккумуляторы премиум уровня. Стоимость аккумулятора от 60 центов до 70 центов. То есть 60 центов умножаем на 5, получаем 3000 евро за аккумулятор среднего уровня. 3000 евро прибавляем к той сумме солнечных панелей, которые были в первом примере. У нас получается стоимость системы 8150 евро. И если мы это разделим на 5 киловатт, то получает стоимость нашей системы 1630 евро за киловатт. Это с аккумуляторами и с легализацией, и с монтажом. То есть полностью для того, чтобы посчитать вашу солнечную станцию полностью укомплектованную среднего класса, вы можете умножить 1630 евро на свою мощность и получите стоимость станции вместе с материалами и с работами. Ну и пересчитываем премиум класс аккумуляторной батареи. Ставим в ту же, в премиум класса систему. И получается у нас стоимость батарей 0,7 центов за ватт. Умножаем на 5 киловатт, получается 3500 евро. То есть стоимость нашей системы, второй системы, получается 10 тысяч евро. Если мы разделим на 5 киловатт, то стоимость одного киловатта будет 2000 евро. Все достаточно просто. Вы можете посчитать, выбрать для себя систему. И, соответственно, уже представлять стоимость тех затрат, которые вам нужно приложить. Все эти расчеты вам помогут представить, сколько стоит солнечная система. Если вам необходимо установить солнечную систему на нашем побережье, юго-восточном или на юго-западном солнечной Испании, обращайтесь в все контакты под видео. Мы с удовольствием сделаем расчет и выполним все работы, необходимые для установки системы и легализации. Всем удачи, как обычно, и добра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Чао.